Доброе утро, ребята! Здравствуйте, я тут пытаюсь завиваться и смотрю видео о Калэл, которое мне, кстати, стоит выключить, потому что оно будет перебивать меня. Мне нравится Калэл, я обожаю ее уже давным-давно, если у нее выходит новое видео, я всегда смотрю его самое первое в первых рядах, потому что мне кажется, она очаровательна, не знаю. Она действительно очень обаятельный человек и мне нравится, что она честная, такое ощущение, что ей вообще наплевать, что кто думает. И если ее видео называется, я не знаю, секс-видео с моим бывшим, то поверьте, так оно и будет. Конечно, вряд ли она когда-то такое выложит, но я просто хочу, чтобы вы понимали уровень моего доверия к этому человеку. Помимо этого, я пытаюсь разобраться с новой плойкой, я купила ее буквально на днях. Дело в том, что у меня украли мой выпрямитель для волос прямо из чемодана. Я не знаю, кому он понадобился и зачем, но тем не менее это произошло и кроме него вообще ничего не взяли. Хотя, с другой стороны, он был не в общем отделении чемодана, а в кармане, поэтому я думаю, что кто-то просто нащупал его и решил забрать себе домой. Тут я решила попробовать что-нибудь новенькое, купила эту плойку, но я пока не до конца разобралась с ней. Не то чтобы, я не понимаю, как она работает, но мне нужно немножко приспособиться и приспособить ее под свои волосы, чтобы получать тот результат, который я хочу. Потому что плойки у меня не было, наверное, с того момента, как мне было 12 или 11, очень давно. Кто не знает до сих пор эту страшную историю про то, как я опоздала на самолет, я думаю, на самом деле никто не знает эту историю. Я просто написала как факт в своем инстаграме, что я опоздала на самолет. И многие подумали, что это был самолет из Парижа, хотя на самом деле это был самолет из Москвы, потому что у меня был транзитный рейс. Это, конечно, было потрясающе смешно и нелепо с моей стороны. Причем ситуация такая, я успешно долетела из Парижа до Москвы, все нормально, я пришла вовремя. И разница во времени у Москвы с Парижем всего час. То есть она такая критичная, невеликая. И когда я прилетела, я тут же перевела свой телефон с парижского времени на московское время. Это всегда то, что я делаю первым делом, когда включаю телефон. По какой-то причине мой телефон остался на парижском времени. И поскольку, как я уже сказала, разница достаточно маленькая, я этого не заметила. Я знала, что мне сидеть в порту 5 часов, поэтому я просто включила кино, воткнула наушники. И благополучно просидела все то время, когда производилась посадка, когда мой самолет взлетал, когда меня приглашали 10 тысяч раз к выходу. В общем, это какой-то кошмар. Но делать было нечего, я пришла, купила новый билет на следующий рейс. Мне пришлось сидеть еще 5 часов. По собственной глупости, конечно же, но... Мне кажется, у всех, кто много путешествует, хоть раз в жизни случалась какая-то такая ситуация. Как говорит моя любимая подруга, надо спрашивать не почему, а для чего. Но... философски, философски. Мне кажется, я начинаю понимать, что мне не нравится в этой плойке. Мне нравится форма локонов, которую она дает мне, хотя на камере выглядит неплохо, в жизни выглядит чуть хуже. И кроме того, это так, затратно по времени, потому что с утюгом я справлялась гораздо быстрее. Там просто чик-чик и все, а здесь приходится наматывать, держать. Еще периодически я обжигаю себе палец. Там, конечно же, есть в комплекте специальная перчатка, но, видит бог, ничто не заставит меня надеть ее. Ау! Вот об этом я и говорю. У меня сзади такие короткие волосы, что просто невозможно сделать все. О, боже! Теперь это будет похоже на засос, прекрасно. Как вы, ребята? Расскажите, пожалуйста, что у вас новенького, напишите мне в комментариях. Может быть, кстати, кто-то наконец-то порекомендует мне хороший новый сериал, потому что, если честно, я так давно не смотрела ничего действительно достойного. Я очень жду, буквально на днях возвращается проект Минди, возвращается Girlfriend Experience, Девушка по вызову возвращается... что-то еще. В общем, я не помню, по-моему, три сериала, которые я смотрю. А! Чокнутая бывшая тоже возвращается с новым сезоном. И все это произойдет буквально вот в середине октября, пока мне смотреть совсем нечего. Вообще нечего. Я пересматриваю сплетницу, потому что, ну, просто голяк. Вроде все, но... Блин, что-то не то, я не могу понять, что конкретно. Больше всего я замучилась с челкой, потому что выпрямителем я делала просто... И челка лежала вот так, именно так, как я хотела. Сейчас получается какая-то ерунда. Ну, ладно, пойдемте, и я покажу вам, чем мы займемся дальше. Осень наступила, и сразу в квартире стало очень темно. Знаете, эту темноту, когда ты включаешь свет даже в 11 часов утра, потому что так темно. Ну что, ребята, я готова. Сейчас мы с вами отправимся в Мегу, потому что, во-первых, мне нужно купить некоторые вещи для Алисы. Становится холодно, ей нужна новая шапка, зимние одежды и все такое. И, во-вторых, мне нужно купить рамки в Икеа, потому что я привезла из Парижа несколько новых плакатов. Я вам сейчас покажу их, они очень классные. Во-первых, я купила три штуки для Алисы. Это вот такая серия со слоником. Я не знаю, как его зовут, но я думаю, если вы живете в Европе, наверное, вы знаете, кто это. Мне очень понравилось вот это, где они кушают с Дедом Морозом. Вторая. Слон нашел, грибочек. И третья, наверное, моя любимая. Слон в отеле. Я думаю, они будут очень здорово смотреться. Не знаю пока в каком порядке. Наверное, как-то вот так. Не знаю, посмотрим, я попримеряю. Мне нужно купить рамки для них. И себе я купила вот такую картину. Я не знаю, видно вам или нет. Не картина, естественно, это просто постер. Но здесь нарисованы лебеди. Некоторые из них четкие, некоторые размытые. И получается, как будто бы картинка, снятая в движении. В общем, мне нравится. Я люблю такие чуть-чуть драматичные. И следующий, самый огромный. Вообще, я присмотрела его еще, когда прилетала туда в первый раз. Я подумала, что я куплю его в последний день. И не дошла от этого места, где они продаются. И, наконец-то, сейчас мне удалось его купить. Он помялся, черт! Я так и знала. Да, естественно, все края помяты. Ну, да ладно. О, да. Вот, не получилось. Вот так он выглядит. Но он больше, чем все остальные. Я пока не придумала, куда конкретно я его повешу. Но мне очень нравится. Вообще, хочу завешать всю квартиру. Разными постерами и картинами. Но только теми, которые прямо вызывают трепет в моем сердце. И, да, перед тем, как я уйду, я думаю, что пришло время нам с вами поговорить очень и очень серьезно. Я долго откладывала этот разговор. Так что, если вас интересуют первые мировые проблемы, в кавычках, в моей жизни, садитесь поудобнее, я вам сейчас все объясню. Так, я возьму себе кружечку для самоспокоения. А в чем, собственно, дело? Многие из вас, очень многие, в течение, наверное, последних 6-7 месяцев спрашивали меня о том, что происходит, почему я изменилась, что в моей жизни изменилось. И самый главный вопрос, куда делся мой муж? И на самом деле, правда является то, что предполагали очень многие из вас. Мы с Женей действительно разводимся, мы расходимся. Разошлись мы уже достаточно давно. Сложно сказать, когда все это началось, но в тот момент, когда я делала ремонт в этой квартире, кстати, ремонт я делала сама, его делал не Женя, потому что я делала его уже зная, что я буду жить одна, потому что тогда мы первый раз заговорили о том, что хотим разъехаться. Но Женя очень помогал мне, он очень сильно помогал, он делал абсолютно все, потому что он адекватный, заботливый человек, и если ты расстаешься с матерью своего ребенка, это совершенно не значит, что нужно злиться друг на друга и ненавидеть друг друга и так далее. Мы попытались сделать максимум, что в наших силах, чтобы это расставание было взрослым, скажем так. То есть мы в любом случае навсегда связаны, нас всегда будет объединять Алиса, кроме того, Женя является частью, стопроцентной частью моей семьи, он как сын, как второй ребенок для моих родителей, поэтому я думаю, что мы всегда будем общаться, и устраивать из этого цирк нет смысла. По поводу Алисы, в начале, когда Женя только съехал, это произошло, не знаю, пару месяцев назад, может быть, Алиса более или менее нормально все воспринимала, она общалась и со мной, и с ним, они постоянно встречались, потому что Женя очень-очень любит проводить с ней время, она тоже любит его безумно, естественно. Поначалу все было более или менее нормально, но сейчас становится немножко сложнее, потому что она все чаще спрашивает, где папа, я хочу, чтобы папа вернулся, и это, конечно, очень сложно объяснить. Те люди, у кого есть дети, прекрасно, наверное, поймут эту ситуацию. Ребенку 3,5 года, и пока мы не говорим ей о том, что папа будет жить отдельно, потому что... Ну, это как-то... Я не знаю, нам пока просто сложно это сделать, когда мы будем готовы, мы обязательно сделаем это. А сейчас мы просто говорим, что папа в командировке, папа на работе, папе нужно уйти по работе и так далее. В общем, да, мы не хотим спешить с этим, но я знаю, что это сделать нужно, это сделать важно, просто это произойдет тогда, когда мы сами решим, что готовы. Опять же, почему я вам так долго не говорила об этом? Не потому что мне наплевать, не потому что я что-то скрываю, наоборот, я считаю вас частью моей жизни, неотъемлемой частью моей жизни, и мне нужно было время, чтобы, во-первых, свыкнуться с этим, во-вторых, чтобы пережить это, иметь возможность без лишней эмоциональности, без слез объяснить ситуацию. Ну и опять же, я должна была быть уверена в том, что наше решение правильное. Сейчас я могу сказать, что это так, потому что сейчас уже все более или менее устаканилось. Сразу скажу, что не было никакой драмы, никто никому не изменил, ничего, в общем, такого суперкритичного не произошло, просто в какой-то момент мы с Женей поняли, что мы уже не делаем друг друга счастливыми, мы оба очень сильно изменились с тех пор, как мы познакомились, и, может быть, просто в жизни пошли разными путями, перестали смотреть в одну сторону, а это в отношениях очень и очень важно, и мы вовремя это поняли, что тоже хорошо. Иногда правильные решения даются сложнее всего, и это была именно та ситуация, когда мы оба понимали, что это решение правильное, но нам было тяжело пойти на этот шаг. Тем не менее, сейчас я заново учусь жить одна, потому что я не жила одна, наверное, с 17 лет тогда, или с 18 лет, тогда я переехала от родителей к своему первому молодому человеку, прожила с ним, по-моему, 4 года, больше 4 лет, потом практически сразу же я съехалась с Женей, и все это время я была с Женей, соответственно, вот за эти 10 лет у меня была пара серьезных отношений. Я никогда не была одна, я никогда в жизни не жила одна. Если честно, вначале мне было невероятно страшно, я не знала, как это будет. Конечно, я не одна, я сейчас с Алисой, но это немного другое, да, она занимает очень большую часть моих мыслей, очень большую часть моего времени, но как взрослый человек я нахожусь наедине с самой собой, и мне было очень страшно шагнуть в эту жизнь. Сейчас, на удивление, я получаю какое-то странное удовольствие, потому что, наверное, я осознаю, насколько мне комфортно с самой собой, потому что раньше я всегда думала, что мне нужен другой человек, чтобы делать меня счастливой, сейчас я пришла к тому, что я могу делать себя счастливой сама, и от этой мысли мне действительно здорово, это значит, что, во-первых, я изменилась. Я прекрасно понимаю, что многие из вас знают Женю, ну, более или менее, конечно, знают по моим влогам, хорошо относятся к нему, хорошо относятся к нам как к паре, но жизнь, она такая, и я просто прошу вас принять эту ситуацию, что ли, я не знаю, я не знаю уже, к чему я клоню, просто вот есть так, как есть. Ладно, на этом я, пожалуй, закончу, потому что я могу вечно рассуждать об этой ситуации. Сейчас мне нужно измерить все плакаты, которые я вам показала, чтобы знать, какие рамки, в каком количестве, в каких размерах нужны мне, и дальше мы с вами уже поедем. Я тут думала, думала и решила переодеть кофту, со мной такое часто случается. Еще один плакат, который я вам не показала, он из книги, которую подарили нам в Куантрой. Если вы не знаете, в Париж я ездила по приглашению бренда Куантрой, я просто осталась там на подольше уже потом сама, и они совершенно потрясающе нас встретили, я думаю, увидели все эти фотографии у меня в инстаграме, и кто смотрел мой сториз, это был просто королевский прием, я не знаю, ни одного другого бренда, который бы так чудесно проявил себя по отношению к блогерам, но это уж совсем другая история. В общем, они нам подарили лимитированные книги, и в одной из них был вот такой плакат, я решила, что я хочу повесить его, но мне кажется, без рамки он будет смотреться чуть лучше, потому что с рамкой будет как-то, не знаю, пошловато что ли, как-то в стиле бара, мне хочется, чтобы это смотрелось элегантно, так что его я оставлю без рамки, все остальное нужно измерить. Итак, я попытаюсь вам быстро в этом зеркале показать, в чем я сегодня, хотя здесь не очень много света, но там у меня целая композиция, это плакат, которому нужно отлежаться, поэтому в ближайшее будущее он будет находиться под прессом. Итак, берет я привезла из Парижа, когда была там в прошлый раз, потому что странно не привезти берет из Парижа, хотя нет, это очень по-туристически, но тем не менее, этот тренч лаковый я заказала на Asos прямо перед тем, как улетела, мне он безумно нравится, единственное, я провела последние 20 минут, пытаясь хоть немножко отпарить его, и все совершенно безуспешно, все еще есть складки, они видны, но мне кажется, ему просто нужно отвисеться. Джинсы от Asos, мне очень нравится у них вот эта деталь, кстати, ботильоны, пока вы видите, они от Endaza Stories, я просто влюбилась в эти ботильоны, давайте покажу вам на свету, я мерила подобные тоже сапоги и чулки в Zara, но мне не понравилось, во-первых, они нелепо на мне смотрелись, во-вторых, у них какой-то не очень качественный материал, эти супер качественные, мне нравится каблук, мне нравится, как они смотрятся на ноге, очень утонченно и женственно, отличные. И да, я снова переодела кофту, ну, что поделать, это моя жизнь, переодеваться туда-сюда. Я надела просто этот Zara'овский свитер, потому что мне показалось, что полосатая кофта и билет, это как-то немножко too much Paris-Paris, так что я надела простой черный свитер, который тоже сюда отлично подходит, так вот вы можете получше рассмотреть джинсы, мне очень нравятся эти джинсы, в последнее время они напоминают Levi's, еще вот эта деталь сзади, просто отлично. И моя сумка, ее вы уже тоже знаете, это NDAZE Stories, потому что мне хотелось добавить сюда немножко цвета. Да, получилась отличная комбинация. Кстати, я вам хотела показать мои новые духи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Где фокус? Это новая зимняя коллекция Джо Малон. Просто жизнь, они нереальные. Субтитры сделал DimaTorzok Мне реально нужен новый French Press. Уже был такой, и он лопнул. Ну, лоп с ним еще один. И он, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И потом я очень быстро покажу вам, что я купила. Немного, но все же. У меня кончился нормальный чай. Я первый раз в жизни пью этот. Мне его дала мама. Я даже не знаю, что с ним делать. Просто бросать в кружку или в эту штучку. Я не знаю. Я не знаю, что я делаю. Может, это вообще на чай не просчитано? Ха-ха-ха. Ксения! Ну и что вы думаете? Вот мне выглядит ужасно. Ну что, как я уже сказала, поход в икею не был до конца успешным, но... Тем не менее, я купила кое-что, потому что нельзя просто прийти в икею и выйти с пустыми руками. Так не бывает. Мне даже смешно. Это все, что я купила. Френч-пресс и вот эти губки для мытья посуды я всегда покупаю в икею, потому что мне нравится, как они смотрятся на моей кухне. Они серые. Они разноцветные. И я зашла в бодишоп. Вообще, я крайне редко, практически никогда ничего не покупаю в бодишопе. Но есть одна вещь, которую я обновляю постоянно. Это вот эти бодишоповские перчатки для ванны. Мне очень не нравятся. Девушка, естественно, не могла меня выпустить оттуда только с этой покупкой, поэтому она уговорила меня. У них вышла новинка. Аромат называется миндаль и мед. У меня как раз закончился гель для душа, и я решила попробовать. Потому что, в принципе, зачастую мне не очень нравятся бодишоповские ароматы. Они всегда какие-то химозные. Если это кокос, то это химозный кокос. Если апельсин, то это химозный апельсин. В общем, вы понимаете, о чем я. Этот оказался вполне себе ничего. Я взяла попробовать. Сегодня будет отличная новая ванна. И еще, как вы видели, я зашла в H&M. Там я купила только юбку. Я примерила этот зеленый свитер. На самом деле, мне он понравился. Но меня не покидало ощущение, что он какого-то противоестественного оттенка. Я не знаю. Это как лак для ногтей. Мне нравится зеленый лак. Некоторые оттенки зеленого. И мне нравится, допустим, цвет хаки. Как он смотрится на других. Но как только я прикладываю к своим ногтям, мне кажется, что ноготь не должен быть зеленого цвета. И со свитером такая же история. Хотя, может, я ошибаюсь. Я купила вот эту юбку. Простая черная бархатная юбка. H&M делает для меня идеальные мини-юбки идеальной длины. Потому что, будем честны, у меня не самые длинные ноги. И я знаю этот момент. Поэтому мне бывает порой очень сложно подобрать себе мини-юбку. Иногда они слишком короткие. Иногда они не подходящие мне формы. Иногда они этой нелепой длины. Чуть выше колена. В общем, у меня было две мини-юбки от H&M. И они всегда совершенно идеальной длины. То есть, это та длина, когда ноги выглядят максимально стройными и максимально длинными. Если вы понимаете, о чем я. Поэтому, если я нахожу хорошую H&M-овскую юбку, я долго не думаю. У меня была одна коричневая, кожаная. Кто смотрел мой канал с самого-самого начала, вы прекрасно помните эту юбку. Я носила ее нон-стопом. И джинсовая, которую я тоже ношу постоянно. Очень часто. Так что, да. H&M по юбкам молодец. И все, в общем-то, все. Вот за этой вот ерундой я провела сегодня несколько часов в Меге. Час по пути туда и полчаса на пути обратно. Ксения, победитель по жизни. Ну что, ребятки, на этом я, наверное, закончу влог. Извините, если он был скучноватым сегодня. Вообще, целью этого влога было донести до вас некую информацию о переменах в моей жизни. Но я решила глупо записывать просто видео о том, что со мной произошло. Нужно сделать влог. Хотя бы как-то посвятить этому день. Так что, да. В общем, извините, если он был скучным. В любом случае, я вас очень сильно люблю. Я думаю, что следующее видео будет какое-то на тему фэшн-нефэшн. Я, по крайней мере, попытаюсь их чередовать сейчас. И да, огромное вам спасибо за просмотр. Я иду спать. Мне кажется, по моему лицу видно, что оно пережило очень много стресса и очередей сегодня. И этот кофе был лишним. Огромное вам спасибо за просмотр. Я вас целую, обнимаю. Увидимся в следующий раз. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok